Я представляю компанию CineMax. Меня зовут Вера Паниваш. Мой доклад называется «Качество. Как ответственность всей команды?». Мы с Синичками сегодня будем говорить о качестве. Немножко о себе расскажу. Я руководитель группы тестирования компании CineMax. В IT работаю более 20 лет, в разных ролях. Была и программистом, и в группе сопровождения. Дольше всего работала тестировщиком. Была также техническим писателем, руководителем отдела. А еще я психолог. И уже более 8 лет я занимаюсь такими проблемами, как выгорание, конфликты в организации, мотивация сотрудников внешне-внутренне, мотивация, такие проблемы. Это, в общем, все тоже в сфере моих интересов. Прежде чем я начну доклад, я хочу вам рассказать то, о чем я говорить не буду. Существуют такие формальные модели, которые определяют уровни зрелости процессов тестирования. Вот они здесь представлены. И все это очень такие важные, интересные вещи. Они про стандарты, про качество, про все вот это. Но мы сегодня не об этом. А о чем? Начнем мы немножко с эволюции идеи тестирования. И почему мы начнем с этого? Почему мы не будем говорить о моделях? И почему я считаю, что все равно важно начинать сначала? Потому что даже если у вас организация суперсертифицированная, не знаю, по ВИСО, по СММ, по ТММ, почему угодно, все равно, когда вы начинаете новый проект, он у вас начинается с одного, с двух человек. Все равно это какой-то прототип, все равно это что-то пишется на коленке, все равно это сначала что-то показывается заказчику. И потом, когда проект уже выходит на уровень, когда там появляется тестировщик, тестировщик появляется все равно не с нуля. И, значит, вот если какие-то были выстроены уже раньше процессы, то, значит, у проекта есть больше шансов выйти на нормальный уровень управления качеством быстрее. Но все равно все вот эти вот процессы, о которых мы сегодня будем говорить, все стадии, они так или иначе проходят. Поэтому я считаю, что говорить об этом важно. Кроме того, действительно не так много организаций, у которых большие ступени зрелости. Поэтому я думаю, что мой доклад будет интересен большому числу присутствующих на конференции. И давайте начнем с того, что когда чаще всего вообще руководитель приходит к выводу, что проекту необходимо тестирование. Ведь сначала, когда пишется продукт, он пишется для того, чтобы, не знаю, что-то быстро ускорить, что-то быстро автоматизировать, что-то быстро кому-то продать, там ответить на какую-то необходимость в запрос рынка, да, вот какие-то такие вещи. И, конечно, мы начинаем с того, что мы пишем код, код работает, все прекрасно. И вот этот уровень, он называется нулевым уровнем зрелости тестирования. и состоит в том, что, ну, если дебаг прошел, если код скомпилировался, значит нормально. Если что-то ненормально, то быстро все починим, вот он программист, он быстро все делает, вообще проблем никаких нет. И первая идея о том, что вообще тестирование нужно, появляется в тот момент, когда начинаются уже какие-то проблемы, такие, которые нельзя быстро пофиксить, и они начинают прилетать нам с, не знаю, либо начинают прилетать с прода, либо начинают какие-то отделы сопровождения перестают справляться, либо уровень программного продукта становится настолько сложным, что его нельзя протестировать вот так уже на коленке за полчаса, что вот у нас все работает, все, значит, там. И в этот момент появляется идея нанять какого-нибудь студента, который, ну, будет перед релизом быстренько палочкой тыкать и смотреть, значит, что все работает, чтобы мы там уж совсем какие-то, какую-то шнягу на прот не выкладывали. И часто это, ну, достаточно бессистемное тестирование, но студенты, так, у студентов это в кавычках, да, я так говорю, потому что это имеется в виду, что это человек, который нанимается не как крутой специалист, да, по качеству, а как человек, который должен быстро проверить, значит, и вот там с точки зрения пользователя, да, такой бета-тестер, условно говоря. И обычно, поскольку это действительно часто бывают студенты, студенты обычно бывают въедливые, они начинают искать ошибки с большим энтузиазмом, они не выполняют работу, значит, убедятся, что все работает. Они как бы, ну, стараются, ну, уж я тестер, значит, я должен сломать все, значит, я должен найти как-то ошибку, там, еще что-то. И действительно начинают очень с большим энтузиазмом эти ошибки искать. И мы переходим на следующий уровень зрелости процесса тестирования, когда цель тестирования показать, что, доказать, что ПО не работает. И вот это такой достаточно тяжелый для всех этап, когда растет напряжение внутри команды, когда тестировщики действительно много и находят всяких каких-то ошибок, но они, значит, не... часто не относятся к основному функционалу, да, они какие-то такие изощренные, они не про то, чтобы покрытие какое-то равномерное, они не про то, чтобы что-то измерить, какое-то качество, они вот про то, чтобы найти что-то найти и показать программисту. Программист, соответственно, злится, потому что он работает, он квалифицированный, значит, сотрудник, а ему какой-то студент приходит, начинает ему, значит, все какое-то вот... тыкать носом в его там какие-то, может быть, несовершенства. Значит, у тестировщика растет вот это вот такое, знаете, ощущение, что он должен доказать, что он тоже что-то знает, что он тоже вот что-то может, что вот... То есть вот идет такое соревнование, да. И очень часто, кстати, после вот этой стадии многие тестировщики решают, что им надо в автотестировании. Ну, просто чтобы их уважали как программистов. Вот, потому что уважать... для того, чтобы тебя уважали как тестировщика, нужно нечто большее, чем просто найти много багов, которые, значит, покажут человеку, что он плохо работал, да. И в такой момент часто принимается решение о том, чтобы нанять на проект тест-менеджера, который снимет головную боль с руководителя проекта, касающуюся налаживания отношений между разработчиками, тестировщиками, вот этой кучей непонятных багов, которые непонятно о чем вообще, как выпускать продукт, то ли не выпускать. И третий уровень зрелости состоит в том, что тестирование уже не ставит себе целью что-то доказать, что продукт там работает или что продукт не работает, а тестирование призвано констатировать некий уровень качества, вырвивить какую-то объективную картину, предоставить какую-то полноту, снизить риски возникновения ошибок до какого-то приемлемого уровня. И задачи тестирования уже выходят за рамки только поиска ошибок. И вот тут возникает первое ожидание тестирования как о каком-то процессе, который должен качество обеспечивать. То есть у нас есть отдел тестирования, у нас есть тест-менеджер, значит, у нас теперь тест-менеджер отвечает за качество. И вот я немножко хочу раскрыть эту тему, потому что, в общем, не все так на самом деле хорошо. Потому что давайте подумаем, что может сделать тестирование, если требований на проекте нету, либо они нефиксированы, либо они противоречивы, нетестируемые и недоступны для анализа тестировщикам. Значит, например, давайте вот подумаем. Мы тестируем задачу, которая поставлена вот так. Программист, в принципе, программисты бывают разные. Кто-то может докопаться. Я знаю таких как бы программистов, которые действительно требуют, чтобы задача была поставлена корректно, прежде чем начать ее выполнять, как бы и докопаются. Я также знаю тех, кто напишет вот как здесь, так и в коде будет. Я также знаю тех, кто выберет один из вариантов, который ему больше нравится, который по коду ложится, и сделает так. Поэтому вот при таком раскладе, что мы можем в тестировании, и какие задачи аналитики. Мы когда говорим о том, что качество ответственности всей команды, мы говорим о том, что в разных ролей, у разных функций есть какие-то свои задачи. Вот сейчас мы планы перешли к задачам аналитика. Что он может сделать для качества? Безусловно, это формирование полных непротиворечивых тестируемых требований. Желательно очень привлечение тестировщиков к анализу требований на этапе согласования. Ну, как бы, чтобы тестируемость проверить как минимум, да, но хорошему еще и вот эту полноту непротиворечивость тоже. Поддержка версионности требований при их изменении. Поднимите руки, у кого требования менялись в процессе разработки. Вот, вы меня понимаете, да? Значит, когда вы узнаете о том, что, да, вот оперативное информирование команды о внесении изменений в требования, да, прям головная боль на самом деле, да. Значит, это то, что может сделать аналитик. Но мы с вами тут собрались не поныть о том, что у нас все плохо, как бы, потому что все, никто ничего не делает. Я предлагаю зайти немножко с другой стороны. Давайте подумаем, а что мы, чем мы можем помочь своему проекту, чтобы в проекте вот стало вот так все хорошо, как мы хотим. И действительно, значит, что мы можем делать? Во-первых, мы можем дотошно выяснять все особенности поведения. Мы можем фиксировать все договоренности в тестах, то есть как бы самим писать документацию, да, не ждать, пока кто-то ее напишет. Тест — это документ. Добиваться корректировки постановки задач, даже уже реализованных. То есть если мы нашли несоответствие, мы ловим за хобот аналитика, значит, просим его внести изменения. Либо вносим изменения в документацию, либо там в релизнос. Ну что-то добиваемся того, чтобы, значит, была какая-то однозначность. Фиксируем ошибки на все неоднозначные случаи и добиваемся однозначного решения по этим случаям. То есть не верим людям на слово, что у нас так всегда было, и ну и ладно, нормально. Всех как бы с продой нам не прилетело. Мы отвечаем за качество, значит, мы что-то нашли, мы записали. Дальше уже, пожалуйста, есть проектный менеджер, который принимает решение, насколько это критично. Но мы периодически должны этому менеджеру напоминать, что у нас есть вот открытая проблема вообще-то. Давай уж мы что-нибудь по ней решим. Даже если мы не будем ее исправлять, давайте в релизнос хотя бы запишем. Значит, чем мы можем еще помочь аналитику? Мы можем создавать самостоятельную структуру тестов и тестовое покрытие, на основании которого можно будет восстанавливать требования. То есть мы знаем, что тесты можно описать не только на основании требований, но и на основании функционала уже существующего, на основании как-то опираясь на то, что у нас уже есть. Соответственно, часто восстановление требований происходит именно силами тестировщиков, когда есть какое-то тестовое покрытие. Ну и, конечно, обращать каждый раз внимание руководства на случай двойной работы из-за того, что кто-то когда-то чего-то некорректно поставил и тестировщикам посмотреть не дал заранее. Следующим этапом у нас после аналитики идет процесс разработки. Давайте допустим, что у нас уже задачи поставлены корректно, у нас уже нет противоречий каких-то в требованиях. Ну и мы как тестировщики, конечно, понимаем, что мы берем, ну что тут тестировать, тут все понятно, да? Значит, тут классы эквивалентности, тут граничные значения, мы, значит, можем сразу штук 10 тестов накидать, и у нас будет просто полное счастье. Но что может сделать тестирование? То есть мы, когда делаем такие вещи, мы опираемся на то, что я сказала, что код написан так, как требование. А если у нас код написан вот так? Значит, помогут нам наши классы эквивалентности? Можем мы что-нибудь гарантировать в этом случае? Конечно же, нет. Поэтому как бы мы хорошо не тестировали, как бы мы хорошо не покрывали требования, значит, все равно есть еще вариант, когда код написан вот так. Есть, ну сколько шансов у нас найти вот такое поведение, да? Ну, примерно ни одного, на самом деле, если мы не видим код. Что с этим можно сделать? Тут мы плавно переходим к тому, что можно сделать для качества на этапе разработки, и плавно переходим к задаче разработки в управлении качеством. Конечно, первое, самое главное – это проведение ревью кода. Потому что вот эту вот вторую ситуацию, да, там выплатить миллион долларов, там, такому-то, значит, можно отловить только, просматривая, значит, код. Первую ситуацию также можно отловить только, если ты просматриваешь код. Если есть человек, который как бы следит за культурой программирования, следит за какими-то способами, да, анализирует этот код. Также существуют формальные автоматизированные системы уже проверки, да, коды на какие-то эффективность, значит, что у нас помогает, повышает эффективность. Это поддержание культуры программирования, соглашение наименований функций переменных, повышает читаемость кода, прозрачность кода, повышает, как это назвать, господи, редактируемость, а поддержку упрощает кода, да. Также такие вещи, как парное программирование, тест-драйвинг-девеломент, автоматический прогон тестов, юнит-тестов при каждой сборке, написание, собственно, юнит-тестов. То есть программисты на самом деле могут очень много сделать для качества. Но давайте подумать, что мы можем сделать мы, в данном случае, как тестировщики, как мы можем этот процесс как-то ускорить, допинать до этого состояния, чтобы, значит, нам еще не прилетело, да. Что может тестировщик? Тестировщик может подходить, просто подходить к разработчикам и спрашивать о структуре кода. То есть действительно, могу ли я вот в данном случае использовать там классы эквивалентности? Потому что действительно, иногда бывает так, что классы эквивалентности есть, но они немножко не такие. Они там, например, на подклассы разбиты внутри кода, или еще что-то такое сделано, для оптимизации. Мы этого не узнаем никогда, если мы не спросим разработчикам. Подходим и спрашиваем. И в этот момент разработчик лезет в код и, соответственно, как бы говорит, да, все окей, или нет, вот тут надо, значит, вот так и так такие тесты добавить. Еще интересный метод – подходить к лиду разработки и задавать ему вопрос. С тем, чтобы он смотрел чужой код. Вот когда лид разработки видит, значит, чужой код, вот очень редко бывает, что он ему нравится. И когда, если получается так, что он сходу не может с ним разобраться, то там у него начинает, в общем, начинает нервничать, переживать и шуметь, в этот момент, в принципе, можно уритироваться. Мы свою задачу сделали. То есть наша задача – не ткнуть программистов носом, да, что-то, а наша задача – так как бы подойти и сказать, вот давайте посмотрим. И дальше они пусть сами разбираются в своем муравейнике. То есть, в общем-то, обычно этого будет достаточно. Можно подходить к программисту и спрашивать про код программиста, который находится, например, в отпуске. Да, то есть мы тем самым мы провоцируем ревью такое, да. И часто бывает так, что формально ревью-то есть. То есть они там даже подтверждают, что там они код там написали, это еще что-то, но часто бывает так, что это действительно делается формально. То есть еще за джунами еще смотрят, а вот друг за дружкой, за когда два сеньора, два джентльмена верят друг другу на слово. Это вот просто так работает. У меня есть такой немножко забавный пример. У меня, когда дядя писал кандидатскую диссертацию, он в текст диссертации вставил фразу, а мы, кто дочитает до этого места, ставлю бы только коньяка. За 40 лет никто не обратился. Понимаете, да? Хотя, как минимум, рецензент и руководитель должны были вычитать от корки до корки. Уж люди-то заинтересованные в коньяке всегда, правильно? Ну вот, тем не менее, то есть это вот что такое ревью. Почему действительно надо иногда его немножко так акцентировать на нем, да? еще есть, кстати, один, сейчас тоже один расскажу примерчик. Тоже, когда вот умные люди, верят друг другу на слово, значит, один наняли архитектора, который должен был переписать ядро программы. И вот он его писал, он был очень умный, он, короче, писал, там со всеми что-то рассказывал, но кот никому не показывал. И он в результате что-то такое сделал, оно прямо летало, оно прямо это самое, но разобраться, что он сделал, не смог потом никто. Просто, то есть человек работал год, кот ушел в помойку, потому что он сделал не совсем то, что хотели, он сделал то, как видел его гениальный мозг, но переписать вот это, как-то, то есть сделать, дописать, докрутить, чтобы можно было сделать, уже, значит, там у него там что-то, какие-то личные обстоятельства, а другой человек уже разобраться не смог. То есть, вот это вот про ревью, это про вот доверие между джентльменами, про вот это вот все, и про качество в том числе. Значит, давайте теперь плавно перейдем к задачам руководителя в управлении качеством. Что тут можно? Ну, роль руководителя вообще нельзя, конечно, переоценить, потому что от него зависит самая главная атмосфера внутри команды, то есть он может, не знаю, как выстроить серьезную командную работу, где, значит, все друг друга поддерживают, там, и все стремятся к общей цели. Также он может и, значит, всю эту командную работу разрушить, в общем, все в руках руководителя на самом деле. Что, о чем я говорю, да, организация эффективного взаимодействия с заказчиком в первую очередь для своевременной фиксации требований. Ну, тут ничего не скажешь, это как бы понятно. Забота о качестве не только продуктов, но и процессов на всех этапах разработки. Ранее выделение ресурсов на тестирование, создание доверительных отношений в команде, акценты не на личные, а на общекомандные результаты, да, очень знаю проекты, которые, в общем, очень страдали от того, что, значит, премию по результатам работы выдавали не всему проекту, а только лучшему человеку в проекте. Представляете? Вот одно решение управленческое, и все, работа просто рушится, потому что каждый должен думать не о том, чтобы продукт выпустить, а о том, что вот он там столько табаков сделал, а я вот столько-то, а он там как бы, да, там вот у него более сложные задачи, а у меня менее сложные, значит, как бы я там, получается, в минусе. То есть, ну вот это сразу просто разрушается вообще наглухо. Значит, создание прозрачности и принятие решений в команде. тоже очень важно для мотивации, для профилактики выгорания, да, очень важно, чтобы руководитель слышал и чтобы он доносил свои решения не в формате «я сказал» или «я вообще ничего не решаю, я только транслирую», да, а чтобы как-то он какую-то обратную связь давал. Ну, опять же, давайте подумаем, что может сделать простой тестировщик, значит, чтобы повлиять на руководителя проекта. Ну, на самом деле, что мы можем сделать? Ну, первое, что мы можем, конечно, давать честную, но корректную, обратную связь на принимаемые решения. Можем предлагать свою помощь в тестировании требований. То есть, если вы приходите и предлагаете что-то, да, а не с претензиями, ну, как бы, ну, дурак отказываться будет, правильно, поэтому это в наших силах. Выступать сразу с предложениями. Ну, и, конечно, нести как флаг идею о том, что, значит, качественный продукт это наша общая идея и вот все то, что я вот сегодня рассказывала, то есть какие-то примеры, да, доносить до руководителя какие-то, какие-то случаи, да, когда вот можно было бы, если бы было вот так, было бы по-другому на самом деле. Мы с этим не столкнулись, да. Вот эти вот, в Джайли, там есть рефлексии, да, после проекта, вот участвовать активно в таких вещах. Значит, ну, и в конце концов, да, что же нам остается тестированию-то в управлении качеством? А у тестирования на самом деле задач, кроме поиска багов, действительно еще очень много. Мы можем, во-первых, планировать тестирование в зависимости от требований проекта. Это вот большая сложная задача, когда мы должны учитывать и сроки, и ресурсы, и уровень качества приемлемый, и, значит, много других разных факторов. Покрытие требований тестами. Это, безусловно, наш вклад в качество, да, не учит какую-то, какую-то гарантию качества продукта. Обеспечение трассируемости тестов и требований. Это когда мы можем взаимное соответствие между тестом и требованием предоставить в любой момент заказчику или руководителю и оценить какое-то вот это покрытие, выполнено, не выполнено, вот это все. Ну и, конечно, выполнение функционального и нефункционального тестирования. Это все наши непосредственные обязанности, которые имеют непосредственное отношение к качеству. это контроль качества на основании тестов, формирование отчетности, автоматизация и, конечно, тесное взаимодействие со всеми участниками разработки на всех этапах процесса. И если вот мы прошли через вот это все, у нас, в принципе, появляется шанс выйти на четвертый уровень зрелости процесса тестирования. И на четвертом уровне зрелости мы фокусируемся на том, чтобы сразу делать программное обеспечение более тестируемым уже с момента его создания. То есть, когда программисты пишут код так, что он содержит в себе уже обработчик ошибок. Так что код содержит в себе какие-то функции, позволяющие тестировщику писать автотесты, чтобы обращаться к кодам, какие-то веревочки для автотеста. Вот когда мы с самого начала подходим к тому, что мы создаем продукт не только выполняющий функции, но и тестируемый, но и сам себя тестирующий. То есть, вот это четвертый уровень качества, к которому мы все надеюсь, будем когда-то стремиться и придем. Ну и в заключение своей пламенной речи хочу сказать, когда я прихожу на проект, на какой-то новый, с чего я начинаю. Я, конечно, спрашиваю первый вопрос, что вы хотите вообще получить от организации тестирования, потому что это вопрос принципиальный. На разных, мы видели, что на разных уровнях зрелости ответы могут быть совершенно разные. Как убедиться, что продукт работает, так, значит, как пройти сертификацию, как там, не знаю, значит, подтвердить там какой-то приемлемый уровень качества, но в общем задачи могут быть совершенно разные. Как там протестировать в два дня весь продукт, например, чтобы не было фатальных ошибок. то есть с этого начинаем. Но также что уже делается для обеспечения качества? Часто руководитель делает уже очень много. Бывает так, что и ревью уже есть, и юнит-тесты уже есть, но часто бывает так, что юнит-тесты есть, но никто не знает, какую часть кода они покрыли. Вот это очень распространенная ситуация. Значит, и там, не знаю, какая-то, допустим, парное программирование используется, или тестинг драм-девелтмент использует, или еще что-то. То есть часто это бывает так, что уже какие-то при отсутствии тестирования вещи управления качеством уже делаются и даже не очень осознаются. Ну и такие какие-то вещи, как вот где вы ведете баги, как вы храните тесты, как храните требования, кому обращаться с глупыми вопросами. И насчет вот баг и тестов тоже это почему важно, потому что действительно наведение порядков в хранении тех же багов, очень часто бывает, что баги пишутся и пропадают. Просто вот, то есть вот есть жир, она полна багами, которые никто никогда не найдет. То есть это важно, и поэтому я тоже в этот процесс пытаюсь сразу влезть и понять, как вот, какая гарантия того, что те баги, которые мы заведем, что на них вообще кто-нибудь обратит внимание. Ну и само собой, о чем я спрашиваю, есть ли в ценностях компании установка о том, что качество продукта это ответственность всей команды. У меня все. Вопросы? Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклад, Александр. Было очень много рассказано про уровни, но хотелось бы услышать с точки зрения тестировщика и с точки зрения психолога о том, как перейти с одного уровня на другое, мне кажется, это самый сложный процесс. Скажем так, были кейсы в моей практике, когда я сам на уровне тестировщика без тест-менеджмента пытался провести, скажем так, с третьей на четвертой, внедрить какое-нибудь и не был услышан или по какой-либо причине этого отвергли. В итоге я перегорел и ушел в другую компанию, где уже совсем все по-другому. Но с другой стороны, как бы, мы все здесь боремся за качество продукта и хочется внедрять такие процессы. Расскажите какой-либо кейс, как вы это делаете. Спасибо. Я вам скажу так, что кейс поменять работу это отличный кейс. Потому что, понимаете, не все зависит от нас. Значит, вот серьезно, если вы бьетесь головой об стену, но у вас ничего не получается, вас не слышат, там еще что-то, возможно, просто ваша компания еще не дозрела до этого уровня перехода. Тут не все зависит от вас. Вы можете помогать, вы можете как-то там вносить свои пять копеек, значит, вы попытку сделали, другую попытку сделали, вам говорят, что нет, окей, хорошо, идете работать в CineMax. Я, например, на самом деле ужасно рада, что я нашла сейчас компанию CineMax, потому что меня здесь слышат. и действительно наши ценности западают. Но это не во всех компаниях так. И к этому приходят тоже долгими-долгими годами путем долгих ошибок каких-то. То есть не на все мы можем повлиять, к сожалению. Да, это был вопрос. Во-первых, спасибо за доклад, очень интересно, очень полезно, особенно на первых уровнях. Вопрос первый очевидный, лишняя галочка на 25-м слайде. Это ваша личная бутылка коньяка? Да, спасибо. Вопрос второй. Вот есть некая инструкция, как тестировщик может повлиять на качество кода, в том числе подходить к лиду разработки. Как раз таки в отрыве от существующей культуры тестирования и разработки в компании скорее эта инструкция как заставить себя ненавидеть. Тут это как бы знаете тему другого доклада. Как так подойти к разработчику, чтобы не вызвать его раздражение? Это как бы заходите в кулуарах поговорим. На самом деле все очень просто. То есть все зависит от того, с какой вы подходите целью. Если вы подходите с целью потыкать палочкой и посмотреть что будет, вас в какой-то момент начнут расценивать как провокаторы человека, который крепко достал. Если вы на голубом глазу подходите и мне надо узнать, скажи мне, чтобы мне лишний тест не писать. Потому что это действительно ужасно полезно, когда программисты наши тесты анализируют. Много раз они говорили, что это то, что проверяешь, и у тебя никогда этот тест ничего не найдет, потому что в коде сделано вот так, что это невозможно. А вот здесь наоборот надо добавить вот это, вот это и вот это, потому что тут могут быть варианты. Если мы подходим с этим посылом, тогда никого мы раздражать не будем. Мы наоборот будем нести флаг, мы за качество. Включать психолога. Да, на самом деле да. Вот последний самый насущный вопрос, который немножко был обойден вниманием. По-моему, самая большая проблема это избавиться от ситуации мы и они. То есть всегда есть некие, может быть, одна команда, может, две команды, которые включают себя мы и они. И, соответственно, отношения. Мы это прозрачные отношения, где все друг другу доверяют, они это плохо тестируют, они плохо пишут, неважно, плохо анализируют и так далее. Как справляться с этой ситуацией, чтобы было одно большое мы? Ну, это на самом деле тоже очень большой вопрос. Во-первых, нужно это мы и они на масштабах проекта для начала. Это зависит от руководителя проекта в первую очередь. Но тестировщики тоже, если мы не противопоставляем себя, если мы не подходим с таким взглядом снизу на разработчиков, как бы подходим на равных, то есть часто же как бывает, что тестировщик это вот только боги ищет и отвлекает людей от работы. То есть вот и нужно понимать, что мы как бы наши идеи качества и мы с этой идеей качества всех порвем, но за общую идею. Значит и с таким посылом действительно подходить и внутри команды, но главное, чтобы руководитель эту идею поддерживал. Потому что если руководитель не поддерживает, ну ищите другой проект, серьезно. Потому что если для него это не проблема, что можно, кстати, сделать? Можно сделать, чтобы это было его проблемой. Вот с точки зрения психологии. Вот так вот. То есть чтобы он каждый день занимался тем, что разруливал конфликты между лестнировщиками и программистами, например. Ну то есть мы делаем, чтобы это была его проблема. И потом мы приходим с решением, говорим, в общем-то да мы вообще мирные люди, наш бронепоезд, все нормально. Но есть еще проблема, когда вот есть наш проект, а есть соседние проекты. И мы, например, от них зависим как-то. И тут действительно сложно, потому что действительно есть какое-то там, что у нас все работает, но вот эта компонентная разработка, они вечно все там нам сроки фокапят, мы как бы из-за них страдаем, ну вот это, да, все. Есть это противопоставление. На самом деле оно чисто психологически решается как ни странно этим билдингами и всякими такими штуками. То есть нужно знакомить людей друг с другом, потому что пока человек у тебя имя, фамилия, ты как бы его можешь игнорировать, посылать, ну все как бы, да, разговаривать как с ими фамилией. Как только ты с этим человеком познакомился и вроде как ты против него ничего не имеешь и вроде как он тебе даже, не знаю, улыбнулся пару раз, ты уже немножко по-другому, ты уже реагируешь на как это, на эти противоречия, да, уже не так, у тебя не так легко от него отделиться, и не так легко значит, вот это противопоставление внутри себя поддерживать. То есть это, да, это задача на уровне компании даже в целом, да, потому что если есть разные проекты, чтобы люди между этими проектами как-то друг с другом взаимодействовали. Спасибо. Вера, спасибо за доклад, было действительно познавательно, очень хорошо. У меня простой вопрос. красной линией через ваш доклад проходят уровни зрелости процесса тестирования. Это изобретение ваше, вашей компании, и как они коррелируют с другими методиками измерения уровня зрелости процесса, например, степяй. Спасибо. Да, вопрос хороший, но я на него отвечать не буду. то есть как бы про уровни зрелости, откуда я взяла, на что я опираюсь, я должна была сказать, не сказала, я опираюсь на Ли Копланда техники тест-дизайна, есть такая книга, и почему я на нее опираюсь, потому что она мне нравится. Вот честно, не готова там рвать флаги, вот это вот, что там, какой, не знаю, ТММ лучше там или еще что-то, я не про это. Я говорю про другое, я говорю про то, что может сделать каждый сидящий в этом зале практически в любых условиях, в каких бы он ни находился, для того, чтобы повысить качество продукта. Вот это мой, как бы, основной посыл моего доклада. Спасибо, время на вопросы вышло, можно будет потом докладчику задать, а теперь за лучший вопрос, кого мы наградим. Ой, что-то я как-то это растерялась, на самом деле были очень хорошие вопросы, так, а поднимите руки те, кто вопросы задавал. Так, а сколько у нас? А давайте, вот у нас есть на самом деле, а мы каждому дадим. Так, значит, один дадим вот этот, да, один дадим вот этот, и еще, еще один, так, надо ручку, давайте, кто, поднимайте руки, кто? Так, это от конференции, это от Синемекса, так, а это тоже от Синемекса, вы подходите на стенд и говорите, что вы получили за вопрос, и вам дадут футболочку там или что-то там, что полагает.